В этом ролике хочу показать, как можно в собственный контейнер добавить операцию обхода контейнера, перебора его элементов. Вот у меня есть самопальный контейнер HashedMaps, который я собираюсь использовать для того, чтобы он позволял делать большое количество копий и не тратя особо память под каждую копию, как бы расшаривая. Я использую SharedMapetArray3, структуру данных, которая по сути очень проста. Я уже реализовал вставку и поиск элемента здесь. Работает это приблизительно так. У вас есть ключ и элемент, который будет храниться для каждого ключа, тип хэш и функция хэширования. Также нужна функция сравнения ключей. Если вы настраиваете этот модуль, вы можете создать map, вставлять туда записи и искать уже вставленные записи. Я реализовал простой вариант, где нет поддержки конкуренции, то есть это однозадачная структура, незащищенная от многозадачного доступа. В ней нет удаления, поэтому сделать ее достаточно просто. Если вкратце объяснить суть хранения данных внутри структуры, то это выглядит так. У нас сначала первым шагом считается ключ, затем ключ разбивает, получает не ключ, а хэш от ключа. Потом хэш, допустим он 32-битное число или 64-битное число, мы это число разбиваем на равное количество бит, допустим по 6 бит я сделал. И строим дерево. На каждом уровне дерева оно будет ветвиться до 64 значений под деревьев. 2 в 6 степени это 64. То есть мы отсекаем от хэша 6 бит, выбираем соответствующее ему значение 64 вариантов и смотрим есть там уже под дерево в данном узлу или нет. Вот. Если нет, то мы вставляем корневое листовое значение, где просто хранится ключ и значение. А если значение уже есть, тогда мы спускаемся на уровень ниже и продолжаем так обходить дерево, пока не сделаем 5-6 итераций, максимум в зависимости от размера ключа. Узел дерева у нас описан вот такой структурой. Ленгс это количество под деревьев у этого узла. Если ленгс равно нулю, значит под деревьев нет, это листовой узел, он будет хранить хэш ключа, сам ключ и элемент. А если есть под деревья, тогда он будет хранить массив под деревьев заданной длины и маску, в которой мы единичками отмечаем те комбинации из 64 значений, которые есть в чайлд. Таким образом мы не храним сразу все 64 указателя на под деревья, а храним только те, которые используются в данный момент. А если нам нужно будет создать новый, ставить новый, то мы пересоздаем всю эту структуру. И само дерево пока является просто указателем на корневой элемент. Два дополнительных поля в каждом дереве служат для того, чтобы создавать легко копии. То есть если мы скопируем наш мэп в другой объект, то мы просто сейчас скопируем указатель на корневое дерево, а потом когда мы захотим его модифицировать, мы будем делать copy on write. Если counter больше 0 или если версия, допустим, поменялась версия, это такое число, которое указывает какое конкретно дерево из всего множества его наследников, копий мы сейчас модифицируем. Ну это пока не суть важна. Так вот, чтобы, допустим, у вас есть какой-то контейнер и вы хотите иметь возможность обойти все элементы контейнера, в ADI2012 для этого существует специальный аспект. Давайте посмотрим, как это сделано на примере хэша из стандартной таблицы. Ада контейнерс. Допустим, хэш. Мап. Нет. Нет. Здесь заданы два аспекта. Один называется дефолт итератор, а второй называется итератор элемент. Дефолт итератор у нас, эта функция, наверное, должен работать, не работает. Ну ладно, найдем так. Функция, которая возвращает Хэрвард итератор объект. Хэрвард итератор на самом деле это должен быть объявлен с использованием предопределенного пакета ADI2012 интерфейсов, который принимает на себя аргументы курсор и функцию хэсэлемент, которая возвращает курсор, имеет значение или уже пустой. То есть сначала нам нужно объявить, допустим, какой-то тип курсор. Он не должен быть limited, потому что он присваивается при каждой итерации обхода. И у курсора должна быть функция, которая определяет, он пустой или нет. Берем курсор и возвращаем boolean. Вот, имея такой тип, мы дальше можем настроить итератор интерфейсов. Передала мультип курсор и хэсэлемент функция. Зная этот интерфейс, этот пакет у нас определяет два интерфейса. Форвард итератор для обхода вперед. Итератор добавляет возможность обхода назад. Достаточно для начала. Давайте сделаем обход вперед. Посмотрим, как это получится. Имея в руках такой интерфейс, компилятор может дальше раскрывать конструкции для итерации по контейнеру типа форм. Мы можем даже объявить форвард итератор. Возвращать не надклассовое значение, а конкретный тип. Может быть оно будет работать быстрее. Возвращение к набире. Возвращение к набире. Играет музыка. кто тут перекрытся вот чтобы реализовать этот интерфейс нужно сделать ему две функции first и next которые соответственно будут превращать итератор на первый курсор и итератор на следующий элемент из курсора а давайте сделаем сначала тупо что же мы пилингает либо мы можем сделать с курсором и вот 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 оно что оно которое оно 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 пометим их оверайдинг для того чтобы компилятор знал что мы намеренно приопределили функцию а не случайно совпали имена у них теперь нужно понять как сделать курсор у нас есть дерево но это дерево имеет ограниченную глубину в несколько уровней количество уровней это нужно узнать количество уровней нужно размер хэша наша разделить на размер вот этого отрезка по которому мы ветвим дерево 6 биток в нашем случае можно определить допустим как-то назвать это щелью и количество бит внутри щели то есть мы как бы хэш просматриваем через щель которая является имеет ширину 6 бит и потом сдвигаем эту щель по хэшу тогда максимальная длина дерева допустим будет хэштайп деленная на слит потому что он может делиться на 6 тогда курсор у нас может быть массивом из указателей на каждое дерево по пути от корня к листу и при обходе по дереву мы можем ходить вверх-вниз по этому пути и перемещать курсор таким образом от одного листа к другому но до аксессора у нас уже есть он у нас биткаунт биткаунт у нас от одного от нуля до шестидесять четырех в принципе нам подходит поэтому можем сделать его сделать тип сделать его под типом от биткаунта что он хочет так тогда мы можем курсор сделать так указать ему сколько в нем сейчас актуальных элементов по умолчанию сказать один назвать что это будет рекорд вот сюда добавить вот сюда добавить перечень узлов которые прошли от уз от корня к листу для пустого курсора мы допустим сделаем эту длину равную длину чтобы отличить пустой курсор от не пустого а для всех остальных у нас будет больше единиц последний элемент в этом массиве будет указывать всегда на листовой элемент то есть тот у которого соответственно лэнгс от чадр количество начальник узлов будет 0 типа так сделав эти подготовительные маневры мы теперь можем попытаться это все реализовать допустим начнем с хэс элемент вот хэс элемент у нас будет довольно простое если нету элементов пути тогда есть в курсоре курсор указывает на какой-то список на какой-то корневой высел если курсор не содержит элементов пути значит он не указывает вот следующее простое действие это будет вернуть первый элемент от итератора поскольку мы решили хранить самом интераторе первый элемент то функция у нас тривиально получается мы возвращаем первый курсор и все и самым сложным у нас будет сделать функцию next то есть то есть Продолжение следует... Здесь у нас self, он не имеет, в принципе, какого-то значения, мы его, в принципе, также использовать не будем. Можно и так сразу написать. Поскольку последний элемент у нас указывает на лист внутри курсора, то нам нужно взять предпоследний элемент. Если он указывает у нас на узел, то нужно перейти к следующему элементу этого узла. Продолжение следует... Допустим, у нас если курсор... Сразу указывает у нас на... Лист... Листовой элемент... Допустим, у нас дерево содержит только один элемент, тогда курсор... Может... Хранить только листовой элемент. Значит, следующий курсор у нас будет... Следующий элемент надо вернуть пустой. Так, запишем... Так, запишем... И на этом у нас как бы итерация и закончится. Это частный случай. Если случайный курсор... Пустой курсор, можно его пустое вернуть. В противном случае у нас есть как бы предыдущий элемент, с которого мы и начинаем итерацию. И так же мы... Поскольку мы уже знаем указатель на корневой... На листовой элемент, мы знаем хэш этого элемента. Мы можем взять... И... Инициализировать поиск... Следующего курсора... Зная... Предыдущий узел... И хэш. И... Высоту дерева. Допустим, сделаем вложенную функцию... Передадим туда хэш... Передадим туда хэш... Передадим туда хэш... Передадим туда хэш... Передадим до паяния на декабряный... Передадим туда хэш... Передадим к папке... Передадим... Передадим... Передадим Jessupашка... Нода у нас содержится в предпоследнем элементе, в последнем у нас содержится лист, лист дерева, в предпоследнем получается первый узел не листовой, и мы начинаем поиск следующего узла, зная хэш, зная высоту в дереве. Это допустим у нас высота больше единицы, больше равна единице. Потому что когда у нас листовой узел сразу в корне, этот случай мы уже просмотрели и отбросили, пропустили, обработали его уже. Вот такую функцию нам надо. Ругается нас. Нет. Потому что я неправильно написал. А теперь почему? Вот, теперь попробуем сделать эту функцию. Поскольку мы знаем хэш и знаем глубину, на которой находится наш узел нод, мы можем узнать значение вот этой щели из 6 бит. Для этого нам нужно рассчитать значение хэш. Отбросить, допустим, ненужные биты сначала. Для этого нужно разделить это всё на 2 в степени депс. То есть у нас 1, то есть если это глубина первого уровня, то 2 в степени 0 будет единица, а мы ничего никогда не делим. А иначе мы как бы сдвигаем, если глубина второго уровня, мы первый 6 бит сдвигаем. Отсекаем от этого дела. Бравим сейчас, это у нас 64 бита, то есть 64 ветвления. Вот здесь. Единицу вычтем, это получится у нас 6 единичек в последних разрядах. Теперь мы можем сделать... Теперь мы можем сделать... Так. Вот оно даже компиляется как-то. Можем так переделать. Чтоб было похоже... Но то, что мы делали раньше... То же самое только другими словами. То есть маска это последние 6 бит. Сунфикс это наш хэш, который мы сдвинули так, чтобы он начинался с того положения, в котором у нас узел нод. Согласно глубине дерево. А бит это у нас, соответственно, замаскированный номер бита. 64 бита отрезанные от остатка хэша от суффикса. Вот. Этот бит теперь у нас указывает номер под дерево, из которого мы только что пришли, из листового элемента. Того элемента, на который у нас указывает курсор в самом начале. Теперь нам надо, поскольку мы храним не все элементы, мы должны узнать индекс этого элемента. Исходя из содержимого ячейки маска. Где у нас битами отмечено, какие элементы присутствуют в списке под деревья, а какие отсутствуют. То есть мы знаем, что этот бит присутствует, мы вычисляем элементы, узнаем, что мы были в под дереве с номером индекс. А дальше все просто. Если у нас индекс равен последнего элемента, тогда идти нам больше некуда. То есть этот листовой элемент, он был последним в этом узле. Поэтому мы не можем по этому узлу путешествовать дальше. И мы возвращаемся к родительскому элементу и анализируем, пытаемся передвинуться по родительскому элементу. То есть нам нужно вызвать функцию findNext рекурсивно для родительского элемента. Но может получиться в случае, когда родительского элемента уже нет, тогда мы должны вернуть курсор пустой. Поэтому давайте рассмотрим случай противоположный сначала, когда мы не достигли конца элемента. Тогда мы должны найти следующий листовой элемент, начиная с индекса индекс плюс один. Для этого надо запустить спуск по элементу. Допустим, нода child. Берем следующий элемент и говорим, что мы будем спускаться. И указываем, еще надо указать глубину, на котором мы будем находиться, а глубина у нас будет depth плюс один. Функция Descent у нас произведет спуск из заданного узла до первого левого листового элемента и вернет курсор. Если мы не можем по этому узлу дальше найти следующий под дерево, то мы должны подняться вверх. Для этого проверим, можем ли мы подняться вверх. Если мы уже на первом уровне дерева, тогда мы подняться вверх не можем. И мы должны сказать, что курсора нет. В противном случае мы можем подняться. И поэтому мы возвращаем, рекурсивно вызываем функцию. Говорим так, мы будем подниматься с тем же хешом. Глубина у нас будет на единицу меньше, а узел у нас будет... Вот этот. По сути мы музел можем даже не передавать, а вычислять его сразу. Он у нас будет вот такой. Он всегда будет находиться в курсоре по адресу заданной глубиной. Поэтому все упрощается значительно. И узел нам не надо указывать тут. Все закрываем, получаем одну ошибку, что у нас нет функции Descent. Комментарий надо писать, наверное, да? И вот так. так просто и комментарии не напишешь то есть эта функция которая ищет следующий листовой элемент после данного хэша пропускает данный хэш с указанной глубины так как-то а это функция descent у нас будет брать узел брать глубину на котором находится этот узел потому что узел сам не знает на какой глубине находятся и пытаться найти у этого узла первый левый элемент листовой элемент для этого элемента вернуть курсор мод моды в год и и и и и и и и и Как нам найти самый левый элемент? Значит, если нода у нас листовая, то мы его уже нашли. То есть мы взяли нода, но она уже листовая, тогда мы возвращаем курсор. Length у курсора будет равен глубине этого узла. Путь от рута у нас будет равен position.put с первого элемента по depth-1 и еще один элемент, который мы добавим сюда, листовой элемент. Таким образом мы перечислили все элементы от корневого элемента до листа. Но если мы смотрим, что это у нас дерево, а не узел, это не листовой элемент дерева, тогда нужно пойти с первого чая. Чайлда и спуститься в него просто-напросто. Значит, спуститься надо в него. А для этого нужно пойти в ноду, у него есть чарда, а в чарда взять первый элемент. Но при этом нужно сказать, что depth у нас увеличилась, глубина увеличилась на 1. Но так работать не будет, потому что мы-то не запомнили из какого узла мы сюда пришли. Поэтому сюда надо добавить путь в явном виде. Путь в явном виде. не сюда, отсюда. А что путь в явном виде нам даст, во-первых, глубину, а во-вторых, последний элемент пути это и будет узел. Поэтому все остальные параметры нам не нужны. Путь в явном виде. Путь в явном виде. Путь в явном виде и вернуть соответствующий курсор. Вот такое описание функции у нас. Так. Так. Дипс, наверное, не надо нам. Вот. Берем узел, который у нас последний в пути. Если в этом узле ничего у нас нет в дочерних элементах, то этот путь мы должны вернуть. Для этого мы в качестве длины возвращаем длину пути, а в качестве пути возвращаем сам путь. А если есть дочерние элементы, тогда мы запускаем поиск. Берем путь без последнего элемента, да? Нет. Нет. Берем путь с последним элементом и добавляем к нему первый элемент. То есть мы спускаемся. У нас есть дочерние элементы у этого узла. Мы берем у него последний элемент, прибавляем его к пути и запускаем поиск по новым. Так. Что-то не сработала диагностика. У нас есть. тут поменялся вызов здесь мы должны получается вернуть путь пози пас с первого по и добавить сюда еще один элемент вот получается у нас все срослось давайте значит заново посмотрим как это все работает вот у нас есть функция которая пытается для указанной позиции на следующий курсор она начинает свою работу проверяешь если у нас в пути только один или последний у нас элемент всегда лист поэтому мы не можем никуда идти давай после этого мы знаем что длина пути позиция всегда больше единицы и мы можем взять у листового элемента хэш и и сказать запустить поиск любого элемента после этого хэша зная что у нас мы прошли уже заданное количество шагов в глубину допустим деревья из двух уровней на первом этаже уровне у нас витвление на втором коре значит кори мы отбрасываем говорим что мы будем искать этот хэш начиная с первого уровня приходим сюда создаем маску 6 бит сначала берем ноду с первого уровня берем маску 6 бит берем сдвигать нам не надо если это первый уровень тогда это все равно единице и хэш суффикс будет равен хэшу берем оттуда первое отсекаем первые 6 бит помещаем это в биты номер бита внутри маски и потом высчитываем индекс исходя из количества единичных бит внутри маски до данного бита учитываем индексы мы знаем что вот этот хэш у нас располагался по вот этому индексу и все предыдущие индексы мы можем пропустить и начнется следующий индекс сначала убедимся что следующий индекс у нас доступен помещается у нас массив если это так тогда мы запускаем процедуру спуска по заданному пути мы формируем новый путь как путь до первого уровня в конец дописываем ему новый новый узел с индексом плюс один если у нас нет возможности взять следующий элемент а глубина у нас была единица то мы не можем подняться вверх и мы возвращаем пустой курсор иначе мы можем подняться вверх мы запускаем процедуру find next на следующем уровне для этого передаем тот же хэш но уровень уменьшаем она возьмет родительский элемент и повторит всю эту тенью для родительского элемента остается рассмотреть функцию десцент где у нас есть путь к узлу эта функция возьмет последний элемент из этого пути и найдет у него первый доступный лист и вернет курсор для этого дела работает она так она берет последний элемент из пути смотрит если это лист курсор сразу можно построить для этого мы длину пути знаем указываем ее и указываем сам путь до листа иначе нам ну можно это дерево ну узел содержит под деревья нам нужно взять первый левый его первого потомка левого добавить его пути запустить всю ту же процедуру она опять пойдет сюда возьмет этот первый потомок посмотрит корень лист он или не лист если это лист возьмет и запустит то есть мы сделали процедуру поиска вот и осталось нам накрутить все таки функцию итератора которая возвращает форвард итератор по аналогии с по аналогии с вот этим как он тут значит значит функция интератор интератор она берет нашу мапу и возвращает нам форвард итератор 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 не могу говорит потому что только один способ диспетчеризации должен быть вот как нам сделать функцию итератор Функция trade это сложно, она должна нам вернуть какое-то значение с курсором first То есть по сути она должна взять рутовый элемент и от него запустить функцию descent То есть если мы сделаем функцию descent доступной, вынесем ее на уровень выше А мы сможем ее вызвать Как это делается в редакторе Вот так Сюда куда-то мы ее засунем Так, сюда мы ее засунем и она скомпиляется хоть Она даже скомпелялась без ошибок Значит, если у нас нету рута Тогда мы ничего не можем даже вызвать Мы сразу должны сказать ему Верни нам пустой элемент и все Вот этот А если рут все же есть, тогда мы можем вызвать descent И сюда, вот сюда В качестве пути ему Передать рут Вот Вот Набыли отрыв поставить Получили три проблемы Ну да Это-то у нас курсор Неправильно написал я descent Получается Все То есть функция это rate Она смотрит, если у нас есть дерево пустое, мы не можем ничего итерировать Она говорит До свидания Вот А если мы можем, тогда мы говорим Вот тебе Путь из одного элемента Найди нам для этого элемента Курсор А оно, получается, приходит, смотрит, если это элемент листа, оно сразу нам вернет курсор из одного элемента А если это разветвление, тогда оно спустится в первый элемент и пойдет опять И все И теперь мы можем попытаться это скомпилять Вот Вот У меня есть тест тут Вот Допустим Какой-нибудь Сделаем Возьмем Возьмем карту Ставим туда элемент Запустим итератор какой-нибудь И посмотрим, что оно скажет А А Говорит Нельзя Использовать Итератор элемент Такой цикл Такой цикл нельзя использовать, потому что Нет, не цикл Он ругается на настройку Итератор элементы Нужен Почему Итератор элемент Почему Я не указывал Я настроил Итератор Короче, не все так просто оказалось Оказалось Значит Оно решило, что я ему указываю итератор элемент Хотя я ему не указываю итератор элемент Но Оно решило, что так надо Что надо его указывать И теперь она говорит, что итератор элемент Констант Требует Индекс Аспекта для индексирования Ну Давайте напишем ему какой-то дебильный аспект для индексирования Констант Референс Такое Констант Референс Констант Референс Функция, которая берет Курсор И что-то возвращает Констант И И Оно Потом Курсор Не так как это делать там как это делать константный референс не охота мастырить этот константный референс ладно попробуем и она как-то можно без него обойтись наверно да из него можно просто стереть нафиг этот дефолт итератор и все вот это вот взять и стереть пока контрол шубе и она ее построила сказал что вот это не нужно вот теперь можно запустить допустим от ватчик посмотреть как оно работает в от ватчике работает ли оно вообще запускаем оно пришло сюда мы говорили переступить а сюда зайти вот оно запускает десцент берет ноту возвращает нам ноту холок этот вызывает пёст возвращаются тот же курсор этот сравнивает элемент запускает цикл этот запускает next next смотрит говорит все дальше никуда ходить немало и все и цикл на этом кончается вот теперь мы можем допустим взять какой нибудь вот такой пару функций дописать которые вернут нам ключик на курсором значит ключ мы можем легко вернуть и в так где куда нибудь сюда высыпаем поскольку у нас курсор указывает последний элемент пути это всегда мист то мы можем взять просто туда ключ и вернуть его с элементом у нас вообще все то же самое что мы можем вот мы можем работает хоть вы не работает почему 37 металл элемента у нас странно почему нет не работает называется он просто этом дальше внутри структуры так значит тут взять какой-нибудь писать тут пункт line написать кей от курсора сказать что мы хотим имидж компляем кей говорит невизи был то есть логично и собралось запускаем получаем какую-то лажу это у нас десятичное значение ключа как у нас как его распечатать в восьмеричном виде он очень похож на наш ключ 010101 а вот элемент у нас будет запускаем еще раз вот получаем единицам если мы всегда забавим двойку какую-нибудь получим это другом порядке запускаем вот так а для того чтобы писать вместо вместо такой записи писать вот так вот то нужно указывать аспекты или есть еще есть еще вариант вот такой аспекты но для того чтобы указать аспекты итерации нужно сделать аспекты индексирования для того чтобы указать итератор элемент и дефолт итератор нужно указать константы индексы или variable индексы а это мы наверное отложим на потом вот и все пишите ваши комментарии это был первый мой стрим с лайф коллингом всего хорошего пишите ваши комментарии в описании как